всем привет сегодня с вами полосатенькая мила и мы продолжаем нашу весеннюю тренировку руки для художника и сейчас я переведу камеру на свой стол и покажу вам новую тренировочку когда мы любим рисовать то что сделали люди какие-то вазочки баночки скляночки горшочки кастрюльки кружечки так далее то нам приходится рисовать овалы давно люди любят или делать что-то круглое поэтому нам приходится часто рисовать овалы чтобы нарисовать какие-то цветочки в красивых баночках нужно уметь рисовать овала никуда от этого не денешься даже если вы здесь закрыта все цветочками снизу-то овал все равно остается нижние овалы все равно нужно рисовать и как обидно когда ты нарисовал красивую картину до овал неправильный и тебе пишут в комментариях у тебя неправильные овалы но в принципе таких и такие редко бывают хейтеры которые хейтят художников обычно это начинающие художники хейтят художников когда они знают научились рисовать правильно овалов а потом везде пишут как правильно такие умные типа но чтобы так если вы сейчас научитесь рисовать овалы не пишите никому правильный у них овал или нет потому что овалы имеют право быть неправильными а художник имеет право рисовать как видит даже без линии перспективы и даже кривые овалы возьмите что-нибудь у чего есть овалы да ну кружку какую-нибудь чтобы смотреть на этом смотрите мы когда вот так смотрим овальчик тоненький становится если мы на него сверху посмотрим он широкий становится если вообще сверху круг это превращается в круг поэтому как определить какой ширины овал рисовать очень просто мы измеряем ширину овала и сколько раз это ширина входит в длину все больше ничего вот то есть мы же научились дуги рисовать да мы можем длину дуги и прогиб дуги измерить мы это можем мы это уже умеем мы можем поставить точки но сначала проведем середину нашего овала то есть вот серединка и серединку вот так чтобы нам было удобно это можно делать карандашом я буду делать ручка мне пофиг я не боюсь испортить бумагу я же тренируюсь в общем и сколько раз ширина овала входит в его длину я измеряю и пусть это будет два раза да то есть я отмечаю какую-то ширину но ширину и отмечают так что дальняя сторона у меня меньше а передняя на пару миллиметров больше ну хотя бы на миллиметрик больше но вообще на пару миллиметров лучше будет потом я измеряю эту ширину и откладываю в длину до два раза ешь ну как бы я смотрела на свой овал так как то он был в два раза шире все у нас появились четыре точки для проведения дуг и что очень важно у нас у овала не должно быть острых концов то есть нам не надо рисовать рыбу острыми концами такие овалы не бывают у овалов нет острых концов это же круг круг который превращается обвал и у нам не надо параллельные стороны рисовать до параллельно это когда такая сосиска многие рисуют овалы сосисками то есть сосиски и сосиски тоже не подходят нам нужно чтобы это был овал без параллельных сторон и без острых кончиков то есть не рыба не сосиска а обвал и мы учимся рисовать через эти точки овалы все потом ставим другие точки и опять же учимся что важно вот эта сторона чуть чуть больше чем дальние все это самое главное вот это ближняя сторона чуть чуть больше чем дальние кстати ее можно даже провести пожирнее под почетче тогда она как бы приблизиться к нам а ту сторону можно провести потоньше и она как бы отдалиться то есть это еще секреты такие техники рисунка то что мы жирнее проводим она приближается то что бледнее то отдаляется и еще с теневой стороны когда мы проводим пожирнее это создает ощущение тени а со светлой стороны если мы будем например вот если я буду рисовать свою кружечку помните я вам показывала и и такую вот с вот такими дугами да то вот если я нарисую то если я с одной стороны нарисую ее потолще линию то вам будет казаться что это теневая сторона а вот это освещенное видите то есть я добавлю еще ручку не помню какая у нее была ручка красивой надо посмотреть заново разглядеть да и если я опять же буду ее рисовать вот так потолще то вам будет казаться что здесь все в тени а здесь освещенный такси так у нас мозг работает а то что у нас в овалах то то что ближе мы почетче рисуем и у нас тоже так мозг работает что то что у нас что почетче то поближе что побледнее то подальше и в скетчах тоже можно это использовать но и все и тренируем овалы и можно к ним ковалам прорисовывать то чему они принадлежат то есть если то можно прорисовать бутылочку если этот овал принадлежит кружки можно прорисовать кружку уже это по желанию самое главное тренируем овалы 10 минут тренировка овалов то есть ставим точки ставим точки и по этим точкам рисуем овалы без рыбок и сосисок все точки разные овалы рисуем и тренируем по вот этим четырем точкам без рыбок и сосисок можно тренировать без линий симметрии если вы чувствуете что можете делать чтоб передняя сторона была немножко больше то есть для этого вот эти вот точки и вот эти располагаем так чтоб вот этот вот это нижний треугольничек да вот эти точки нижней был чуть чуть больше чем дальний и тогда не надо даже рисовать линий симметрии просто рисуем овал по четырем точкам тренируемся ну что как вам такая тренировочка и если вы еще не с нами то подключайтесь у нас все задания всех дней тренировок есть в нашем telegram а ссылки я оставлю под видео пока пока с вами была милна умова